Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. По всей видимости, до паритета между евро и долларом США еще очень далеко и путь к нему тернист. Преграда к этому – сильная макроэкономическая статистика еврозоны. Сегодня пара евро-доллар США демонстрирует сильное напряжение, а трейдеры пока что не могут определиться с выбором покупки валюты. Популярная на рынке Форекс пара пытается развить восходящее движение, однако пока что ей это не удается. Евро торгуется против американского доллара на уровне 1.0428. Давление на пару оказывает ожидание публикации протокола заседания ФРС, который кроет в себе экономические прогнозы и решения регулятора относительно судьбы процентной ставки. Участники верят в то, что курс монетарной политики Федеральной резервной системы ужесточат в этом году три раза, как и заявляли об этом чиновники американского Центробанка. Это придает силу господствующей мировой валюте. Зато насчет процентной ставки ЕЦБ трейдерам все ясно. На заседании 8 декабря 2016 года президент Центробанка Марио Драги заявил, что мягкий курс денежно-кредитной политики не будет подвергаться изменениям в ближайшем будущем. Поэтому результат публикации показателя по деловой активности в еврозоне пока что не сильно способствует росту евро. Между тем, исследовательская компания Market Economics сообщила о том, что общий показатель деловой активности в производственной сфере и сфере услуг увеличился в прошлом месяце до 54,4 пункта. В ноябре значение достигло отметки 53,9. Снизилась деловая активность в сфере услуг до 53,7 пункта после роста в ноябре до 53,8. Также поднялся до 5-месячного максимума 55,2. Во Франции он вырос до 53,1 пункта с ноябрьского значения в 51,4. Результат указал на улучшение состояния экономики, однако эксперты сомневаются, что это поспособствует экономическому росту еврозоны в 2017 году. Многое, в том числе и экономика региона, будет зависеть от политических событий. Это также указывает на невозможность изменения курса монетарной политики ЕЦБ, хотя уровень инфляции еврозоны пытается достичь целевой отметки в 2%. Инфляция в годовом выражении выросла в декабре на 1,1%, после роста в ноябре на 0,6%. Базовый показатель, не учитывающий цены на продовольствие, электроэнергию, алкоголь и табак, также вырос на 0,9% в декабре с учетом сезонных колебаний. Аналитики прогнозировали сохранение значений на предыдущем уровне 0,8%. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. До встречи!